Новая игра The Calista Protocol провалилась. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Думаю, вы уже в курсе, что в игре огромная проблема с оптимизацией, особенно на ПК. На консолях, на PS5, на Xbox Series X тоже имеются проблемы, например, всякие баги, из-за которых невозможно пройти игру дальше. Ну и по отзыву многих игроков, там также были небольшие проседания FPS. И честное слово, я не знаю почему так и как это вообще вышло, но у меня игра работает нормально. Скажем так, под стать мощи моей пекарни. То ли его поцеловал сам Ванамас, то ли мне просто повезло, но играл я в принципе, ну естественно не на ультрах, примерно на средних-высоких. И в принципе, какой FPS я ожидал, такой я и получил. Примерно он был около в районе 50-40, да, были просадки, но блин, у меня как бы и пекарня не самая новая, чтобы она такое тянула на ультрах, тем более. И багов я особо никаких не встречал, жестких, тем более, которые мне там стопили как-то игру. Ну, возможно из-за того, что я очень мало в игру наиграл, часов в 5, наверное. Ну, честное слово, мне игра не очень зашла. Позже объясню почему. И я вот как бы играл в неё, такой думаю, ну как-то не очень, сделаю сейчас небольшой обзор, точнее первое впечатление. Захожу в отзывы для изучения материала и я просто офигел. Там настолько большое количество было низких отзывов, даже сам Steam пометил вот рейтинг игры красным. Сейчас, возможно, немножко уже получше ситуация стала, потому что всё-таки выходят патчи, как-то допиливают игру. Опять же, да, допиливать игру, которая вроде как вышла, стоит полную стоимость. Ну ладно, не об этом сейчас. В общем, отзывы были просто ужасные. На моей памяти такое было только с Ассином Юнити, по-моему. Когда она выходила и там такая оптимизация была хуёно, что она вообще нигде не работала. Ну и так вот, к чему я это всё? Я когда это увидел, я начал всё это изучать, читать. Оказывается, у людей, у большинства, она настолько хуёно работает. И вот мне повезло, как и некоторым людям, у которых игра, в принципе, идёт нормально. Наверное, потому что мы не все настройки выкручивали на максимум. Может там какая-нибудь одна настройка всё это фризит. Ну не знаю, я как бы не технолог, в этом не разбираюсь. Я просто играл и думал, в принципе, нормально. Но как только я увидел все эти отзывы, я подумал, нет, так, обзор делать я не буду. Даже первое впечатление, потому что, а зачем? Игра никакой нормально не работает. Ну, мне вот так повезло, более-менее играю, но возможно так не должно быть. Короче, обзора точно не будет. Вот короткое мнение об игре. Прикольная, атмосферная такая хоррор-игрушка. Это, как я понимаю, там, наследник легендарной игры Dead Space. Честное слово, играл только во вторую часть, был ещё очень маленький. И совсем чуть-чуть поиграл, обосрался, выключил, больше не играл. Вот не играй в Dead Space, я в неё поиграл. В принципе, прикольно, вот 5 или 6 часов она играл, мне понравилось. Я её купил, если что, за свои деньги. И вот 5 часов я в неё играл с большим удовольствием. Потом я в неё не играл уже, потому что, как я понял, там какие-то баги есть. Я решил подожду там пару недель, потом подоиграю до конца её, пока я её оставил на паузу. А так, вот 5 часов, мне всё понравилось. Было страшно, но, опять же, у всех порог страха разный. Тут, конечно, такая себе вкусовщина. Но мне, честно, было страшно. Не то, что там скримеры вылезали. Атмосфера сама такого, скажем так, такой лаборатории. Не буду спойлерить, что узнал. Возможно, для кого-то это будет важным. В общем, такая атмосфера в лаборатории. Тёмные монстры, всякие там мистика, короче. Очень интересно, мне понравилось. Буду дальше играть после выхода всяких разных патчей. А то, мало ли, там, буду играть, мне потом всё сбросил, все мои сейвы и зря играл. Поэтому пока я жду её на паузу. Пока никому её не рекомендую покупать, потому что всё-таки она стоит, ну, извините меня, немалых денег. Тем более на консолях, там, тысяч 4-5 стопудово она стоит. Поэтому пока что ждите нормальных обзоров от других блогеров, когда они нормально в неё поиграют. Пока я не рекомендую, потому что они, опять же, не оптимизированы. Это очень плохо. И вот тут я перехожу к самой главной своей мысли. Какого фига? Последние пару лет разработчики выпускают недоделанные игры. Они берут, вот, делают перенос постоянно, постоянно что-то переносят. И всё равно в конце выходит, блядь, вот такая вот фигня неоптимизированная. Почему разработчики? Я понимаю, да, игровая индустрия слишком сильно расширилась, скажем так, последние пару лет. Последние 5-10 лет даже, скажем так. Даление гендиректоров, всяких инвесторов. Я понимаю всё это, но, блин, почему вы выпускаете такой продукт, из-за которого потом падают акции? Неужели вы сами в это не играете? Скажите им прямо, ребят, алё, игра не готова, мы не можем её выпускать. Ну вот как хотите, это нельзя давать людям. Ваши акции упадут. И самое прикольное, что люди это всё хавают. То есть мы с вами, я, там, ты, твой друг, который играет в игры, мы это покупаем. Скачиваем с торрента, если вдруг деньги не платим, то это ещё ладно. Но когда мы это покупаем, это пиздец. У кого-то игра работает, у кого-то не работает. Это как так? И, ребят, поймите уже, наконец, не стоит ожидать от игры чего-то всегда какого-то мазхэв, когда вам что-то обещают. Я вот в эту игру, я эту игру не ждал. Я, в принципе-то, не расстроился особо сильно. Я вот ждал Бэтмена последнего, ну, там, Готэм Сити или как это называется, я уже про неё забыл. Я её ждал, я её сделал, предзаказ купил. Она такая параша получилась. Я слишком сильно себя зависел от ожидания, а получил неготовый продукт. И вот тут то же самое. Эту игру, опять же, я не ждал, и она, в принципе, мне зашла. Я не играл в прошлый Dead Space, я не знал, что это будет. Прикольно. Мне игра, опять же, понравилась, но вот те пять часов. Но вот тот её ждал, верил в все эти обещания разработчиков. И теперь сидит расстроенный. Давайте все, наконец-то, поймём. Не нужно верить разработчикам. Никаким. Хоть это будет, там, Rockstar. Хоть это будут какие-нибудь CD Projekt Red. В принципе, они так и делают. Так и было с Cyberpunk. Много обещали, а по факту получили то, что игру дорабатывают уже второй год подряд. До сих пор не могут доделать её. Ну, в общем, не в этом суть. Я к тому, что перестаньте верить разработчикам. Они лгут. Сейчас там сидят ненормальные чуваки, которые делают игры. А там сейчас сидят люди с деньгами, которые говорят разработчикам. Вот вам есть сроки, вот вам бюджет, делайте игру. Не будет игры в срок, мы вас всех поволняем, у вас будут штрафы. Это проблема. Я понимаю, сейчас такая индустрия игровая, что либо ты работаешь Naughty Dog, и там ты работаешь без выходных, грубо говоря, без еды, пока не сделаешь игру. Либо ты их обманываешь, говоришь, что с игрой всё нормально, лишь бы успеть в срок. Потом игра выходит, у вас падают акции у компании, игроки все расстроены, фанбаза уходит. Ну и кому от этого хорошо? Инвесторам, но они же свои деньги теряют, разве нет? Я понимаю, да. Всё отбивается, как минимум, на предзаказах. От всяких фанатов, от тех, кто поверил в эти все обещания. Перестаньте в это во всё верить. Разработчики сейчас вам врут, врут своим начальникам, всем подряд врут. И самое обидное, что какой-нибудь инди-разработчик, ну или просто не особо известный, делает свою маленькую игру, у него нет денег на маркетинг, он не может нормально её прорекламировать, но игра получается хорошая, а её никто не знает, у неё никто не играет. И в итоге этот разработчик разоряется, либо просто расстроен от того, что игру мало кто купил, мало кто в неё поиграл, идёт, не знаю, там, что-нибудь с собой делает, ничего плохого, просто там, не знаю, уходит в запой, например, и больше не будет делать хорошие игры. В общем, моя главная мысль в том, что я понимаю, да, вы, возможно, ожидали хорошую игру, вы там ждали её, верили в все эти обещания, расстроились. У меня так же было с Бэтменом, поверьте мне, я понимаю ваши чувства, и многие зрители моего канала мне советовали вот того же Бэтмена поиграть потом, через полугодика, когда игру доделают. И я с этого вам сделаю точно так же. Игру пока что не покупайте, потом купите какие-нибудь по скидочке в Новый год, или там потом ещё после, когда будут нормальные патчи, когда там её доделают, потому что, опять же, сейчас игры выходят недоделанные, опять же, я уже объяснил почему. И потом, скорее всего, вы в неё нормально поиграете, без багов, с нормальной оптимизацией, игра вам понравится, и вы не будете так сильно расстроены. И опять же, перестаньте верить разработчикам. Я понимаю, да, вам хочется нормальных игр, но, друзья, сейчас такое время, что всё решают деньги, всё решают люди в костюмах, необычные там айтишники, которые делают свои игры. Нет, на них всем насрать, их используют так, как рабочую силу. Ну, опять же, вам пример компании Naughty Dog, вот они делали Last of Us 2, игра-то получилась хорошая, да, там много споров насчёт пропаганды, не пропаганды, но всё равно игра получилась хорошая, но и там люди работали в таких условиях, в которых нельзя работать, там люди увольнялись, там были жуткие переработки. И вот если в компании так, то стоит верить их обещаниям. Но если в компании не так, что обычно так и происходит, просто все друг другу врут, выходит какой-нибудь Бэтмен последний, или вот Закалиста протокол, которая, ну скажем так, недоделанная. На этом, пожалуй, всё. Вот такой небольшой подкаст я вам записал, выказал своё мнение, немножко побомбил, потому что, ну вот, честное слово, мне достало то, что сейчас разработчики так поступают с нами, с игроками, с им фанатами, выпускают недоделанные игры. И, честное слово, это сильно достало. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, надеюсь, вам это видео понравилось. Следующее видео будет совсем скоро, я сделаю сравнение Ведьмака, потому что выходит скоро время не Ведьмак, там с улучшенной графикой, третий Ведьмак. Сравню графику, посмотрим на оптимизацию. И также будет один очень интересный ролик, который я готовлю уже больше недели, надеюсь, он вам тоже понравится, так что подписывайтесь. На этом всё, всем удачи, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok